Встречайте впервые у нас в гостях композитор Игорь Крутой, певец Димаш Кудайберген и олимпийская чемпионка фигуристка Аделья Анатоль. Встречайте впервые у нас в гостях композитор Игорь Крутой, певец Димаш Кудайберген. У вас большой вечер, все орут Димаш. Вы пожалели о том, что позвали его сегодня в передачу? Скажите. Нет, у Димаш-то крутой, поэтому че что-то. Вот и один секрет. Ну, мы очень рады вас видеть, Игорь Крутой, у нас никогда не были. Слава Богу, первые вас пригласили. Спасибо, Иван Андреевич. Как вас не пригласить, Игорь Крутой, как вас не позвать-то? Это все-таки круглая дата, большой творческий багаж у вас. Сколько песен вы написали за свою жизнь? Я не знаю. Это неправильный ответ, Игорь Ильич. А кто знает, задам я вам вопрос. Кто их считает? Ну, когда ты начинаешь считать, это уже подведение каких-то итогов, а я пока не хочу подводить итоги. Ну, давайте, не будем подводить итоги, но вот я хочу... Давайте выясним, у кого ваша любимая песня? Вот какая, вернее, ваша любимая песня, у кого? Димаш, какая ваша любимая песня у Игоря Крутой? Очень сложный вопрос. Я не могу ответить. Я все песни Игоря Круча люблю. Все-все? Все, абсолютно все. Как ответ? Это правильный ответ, хороший вопрос. Это очень правильный ответ. Аделин, а у вас есть любимая песня? Аналогично. Ну, хорошо. Аделин, стоп. Давайте так. Нелюбимая. А под какую песню кататься-то? Не под все песни можно выступать. У вас же сейчас будет удивительный синтез на вечере. Аделина будет кататься под Леору, под композицию в исполнении Лары Фабиона. Моя мечта. Это правда, что это кумир, да, Аделина, Лара Фабиона? Ну, я выступала с произвольной программой в 2016 году под Маладу. Поэтому у меня сейчас мечта такая, познакомиться с ней. И сейчас приедет Лара Фабиона, и вы с ней еще не познакомились? Вот сейчас вы... Вот сейчас вот все случится. Лара Фабиона будет кататься сама? Только в паре. Только в паре. Так, Димаш, расскажите мне, вы на коньках катаетесь, Димаш? Как у вас обстоят с этим делом? Ну, в детстве как-то баловался, но... Баловались коньками? Да. Хорошо. Так, Игорь Якович, вы как? Нет. Вот, все. Нет. Нет. Не будет такого, что финал вечера. Нет. Все артисты на сцене. Рояль может выехать. Выезжает рояль. И вдруг на бешеной скорости в пируэте, в чем-то легком, в чем-то очень легком, прозрачном, развивающемся, вы едете... Прозрачном. Красиво. Так, я не случайно начал разговор про песни. Я хочу провести простой эксперимент. Помнит ли Игорь Крутой все свои песни? Название песен. У нас есть список песен ваших, мы взяли. И среди них есть не ваши песни. И нужно понять, ваши это песни или нет. Давайте попробуем. Вот, пожалуйста, первая песня. Вы, кстати, Димаш, подсказывайте, вы же любите все песни Игоря Крутой. Давай уедем на сафари. Да, моя. Да. Михаил Шамутинский, абсолютно верно. Два часа дождя. Тоже моя. Влад Сташевский, абсолютно. Черешневые слезы. Нет. Не ваша, верно. Давай друг друга украдем. Александр Серов, да. Полночные печали. Нет. Не ваша, точно. Заливные луга. Моя. Сестры Роуз, абсолютно. Именины черствые. Моя. Так. Спорт твой друг. Да, моя. Что-то я делал. Кто пел? Серов, по-моему. Абсолютно верно, Серов. И он как бы пел про вас. Спорт твой друг, он говорил, как бы не мой. Твои глаза, мое богатство. Нет. Нет, нет такой песни. Табачная трубочка. Нет, нет, нет. Нет, видите, я выдал. Дайте отдышаться мне, ребята. Нет, вы даже дайте, на слово дайте. Нет такого песен у вас, да? Да, хорошо. Секундомер. Да, это Леонтьев. Валерий Леонтьев, спортивный, абсолютно. Я в море ногу опущу. Нет. Нет такой песни. В море ходят пароходы. Ваша, Розенбаум, точно. Так, в Шанхае снова утро. Нет. Нет, это не ваша песня, действительно. Кушай. Тем более. Кушай. Денис, мы нашли. Кушай. Владимир Винокур написано. Вы автор музыки. Помните, когда... Ну, она, наверное, не с таким названием просто. Жри. Слушайте. Нет, было, было. Было, было. Владимир Натальевич, можете петь ее спокойно дальше. Ну, ладно, все. Ну, я вам хочу сказать, это вы круто помните. А, ну, поряд... Да, давайте поаплодируем. Игорь Ян. Вы не обе... Я просто так, как будто бы экзамен. Да вы не обязаны это помнить. Нет, ну в этом возрасте еще не целиком отключается память. Ну, вы столько написали, но потом было много написано давно. Что-то же поется и становится супер-хитами, что-то не становится, что-то остается. Не обязательно же это помнить. Я бы хотел, вот, поскольку у нас Аделина рассказала историю про Лару Фабиан и очарование, я бы хотел, Димаш, спросить у вас. Говорят, что вам недавно позвонил Джеки Чан... Димаш, я так понимаю, что только что был подан какой-то знак. Подумайте, прежде чем ответить. Вам позвонил Джеки Чан сам и назначил с вами встречу. Но... Такие люди... Давайте, будем честны. Мы с ним несколько раз уже встречались. Как? Это же Джеки Чан, как? Ну, понимаете, он, хоть и Джеки Чан, но он человек. Он очень простой при этом. Он самый известный человек в мире. Даже известнее почти что всех президентов, мне кажется. Ну, кроме одного. Назарбаева. Да. Тут я сделаю так. О-хо-хо-ха! Димаш. Пока вы кашлете, я хочу... Молодец ты, кайф. У нас у казахов есть... Президент, я знаю, уже вы уже сказали. И... В общем, уважаемым людям... Вы хотите его накрыть? Уважаемым людям у нас дарит Чапан. И хочу воспользоваться моментом. Вообще. Спасибо. Давайте, давай сюда. Вот. Вот чем я... Вот такие вещи есть только у меня и у Николаса Кейджа. Больше ни у кого такого нет. Спасибо вам огромное, Димаш. А вот теперь вернемся к вопросу про единственного президента. По-прежнему считаете, что это не Назарбаев? Это зависит... Ну как, я считаю, что... И мы вообще, если сейчас с Игорем чем-то про другого подумали, человеку. А. Да. Своя рубашка ближе к твоему. Вы по поводу Джеки Чан-то чего не отвечаете? Ну... Мы через менеджера общаемся. Серьезно? Нет, давайте общаемся. Игоряча. Ну мы встречаемся периодически. Смотрите. Нет, вы так говорите, как будто бы, знаете, ну встретились с Джеки Чаном где-то в примерочной. Вот, пожалуйста. А. Вообще. Это же... Вы же необычайно популярны в Азии. Это связано с тем, что вот он тоже на ваши концерты приходит, или он слушает музыку, пеет, ваш голос, ему нравится. В общем, история... Все производил так. Первый тур проекта I'm Singer в Китае. И после первого тура начинается история... Моя история в Китае и в других странах. И потом, через несколько дней звонит менеджер Чеки Чана. Я помню, как моя ассистентка сказала мне об этом. Я 10 секунд, 15 секунд это перевариваю. И такой, как, кто, кто звонил? Он назначил встречу. И я помню, как я сильно дрожал перед тем, как открыть дверь. Он записывал песню. Мне надо было уже войти, открыть дверь. У меня в сердце стучит, тык-тык-тык-тык-тык, прям нереальные эмоции вообще. У него бешеная энергетика. И в жизни он оказался, ну, очень скромным человеком, очень простым, самым обыкновенным человеком. И мне кажется, что самые действительно великие люди должны себя вести именно так, как ведет себя Джеки Чан, как Игорь Яковлевич, как... Хорошая параллелочка. Вот мне кажется, что... Вы же, когда встречались с Игорем Яковлевичем в первый раз, вы же волновались, ну, больше? На одном уровне. На одном уровне. Конечно, потому что я... Не объясняйте, почему, понятно. Понятно. Знаете, что я скажу, друзья? Будет ли Джеки Чан участвовать в юбилейном вечере Игоря Крутового? Узнаете после рекламы, поскольку мы посмотрим. Далее в программе композитор Игорь Крутой. Здравствуйте, Дайберген, Аделина Сотникова, Игорь Крутой. Сегодня у нас гостят Игорь Яковлевич. От вас мы только не услышали историю. Вот вы, человек, который знает всех, у вас все поют, с вами все дружат, к вам все приходят в гости, приезжают на ваш юбилей, вы выступаете в концертах. Были ли, давайте, топ-3 ваших встреч, когда вы волновались, ну, хотя бы в половину, вот как волновался Димаш при встрече с вами и с Джеки Чаном? Когда вы действительно переживали, когда показывали свою песню артисту или встречались с кем-то? Пожалуйста. У меня действительно был такой волнительный момент. Это было... Было открытие универсиады в Казани, на котором присутствовал Дэвид Фостер. И когда Аида Гарифулина отпела свой трек... Вы не могли бы объяснить про Дэвида Фостера широкой публике, чтобы все поняли? Дэвид Фостер это, ну, наверное, в нашем мире номер один продюсер, я считаю, композитор и человек, который сделал очень много звезд. Уитни Хьюстон, да? Уитни Хьюстон и «Земля, ветер, огонь» группу и отчасти Мэрай Керри, отчасти Мадонну там в том альбоме, в первом. Ну, очень-очень известнейший. И Андрео Бачелли только с ним выпускает альбомы. Вот. И он, сидя на трибуне, спросил у Аиды, а это кто написал? Она говорит, крутой. А это кто написал? Игорь крутой. А это? Он говорит, я хочу с ним знакомиться. Да. И вот мы встретились в доме приема в мэрии в Казани. Вот тихо, небольшое место. Да. Очень скромно. Он сразу сел, только зашел, он сразу сел за рояль и начал играть в свои хиты. А вы за другой и свои? Нет. А Мэр Казани танцевал. Ну как, расскажите, это ж такое... Ну вот он начал играть в свои хиты, естественно, любимый во всем мире. Поиграл, поиграл, потом говорит, ну сядь, поиграй что-нибудь свое. Вот здесь этот момент и наступил. Страшновато было, да? Ну конечно. Немножечко так, так сказать. Ну да, ну потом... А из российских исполнителей? Ну наверное, первое волнение было, когда Алла Пугачева записывала «Любовь, похожую на сон». Так. И для меня тогдашнего... Это первая песня, которую она уже записывала? Она записала до этого песню «Снежный мальчик», но предстоял большой концерт. Она говорит, напиши для меня что-то вот специальное. И вот я написал «Любовь, похожую на сон». И момент записи был, конечно, когда я услышал эту песню, и она пела. Она, во-первых, не пела, она все время поставила перед собой стихи и прочитывала, фонограмма звучала, она прочитывала каждую строчку, у нее менялось лицо, прожевала каждую строчку, потом сказала «Включайте записи, будет единственный дубль». Так и было. А вы волновались, что вдруг сейчас что-то не так? Нет, я не волновался. Вдруг она что-то... И мы бы после этого хором это били «Любовь, похожая на...» Ну... Не произошло так, как вы ожидали. Ну и даже вам не надо было ничего говорить. Алла Борисовна, мы не могли бы там что-то поменять, не могли бы... Вы не так не делаете, да? Нет, я делаю, но это не с ней. Понимаю вас. Аделина, насколько важна музыка в фигурном катании для вас? Ну вот как это... Это, наверное, номер один для фигуристов, потому что ты выбираешь музыку, ты должна ее чувствовать. Это как вспомогательное твое, чтобы не волноваться, чтобы быть одним целым с музыкой. И, конечно, нужно выбирать музыку по душе, потому что тебе кататься, тебе выступать, тебе соревноваться. И если музыка тебе не нравится, естественно, тебе не в удовольствие делать что-то. А когда музыка в удовольствии, и ты живешь с ней, то, конечно, ты... Ну, одно дело, ты с ней живешь, другое дело, ты под нее оттачиваешь свою программу и элементы, на которые уходят. Ну, это техника много-много-много-много времени. Не надоедает ли вам одна и та же песня? Вы сейчас конкретно? Честно? Одна и та же песня другого композитора, не крутого. Как может это надоесть? Нет, конечно, нет. Это ты выбираешь, ты тренируешься. Конечно, мы до этого, в принципе, все и делаем, чтобы быть одним целым уже на соревнованиях, либо на шоу с этой музыкой и все, что с ней связано. Ну, то есть, вот то, что будет на ВТБ-арене, это такой синтез музыки, фигурного катания, красоты. Насколько я понимаю, это не единственное событие, посвященное вашему юбилею. Будут еще концерты в Кремле, уже более классические, с Анной Нетребко, да? С Юсифовым и Вазовым. Ну, это уже, это другое. Димаш, а кто под вас катается, вы знаете, уже под ваше исполнение? Честно, вы или нет? Нафт. Теперь буду знать. Вот и все. Вот и Татьяну знал. Нет, вы же давно знали. Давно знали. Тогда мы вот что подумали, Игорь Яковлевич. Не просто так написано столько песен, и такие удивительные были выбраны исполнители. Вы знаете, что под вашей песней любой вид спорта, не только фигурное катание, становится совершенно другим. У нас есть примеры, мы подготовили, сейчас уже проходят тренировки. Вот для будущего юбилея вашего вы можете брать не только фигуристов. Почему вы обделяете других? У нас какой вид спорта будет первый, пожалуйста? Тяжелая атлетика, пожалуйста, покажите вот на мониторе, пожалуйста. И не ищи меня в тебе, я тучи разгоню руками. Спасибо. Наслаждайтесь талантами Игоря Крутого. Приходите на большие концерты, посвященные юбилею маэстро. Ну и прежде всего на ВТБ-арену, чтобы увидеть всех с него учеников. Спасибо вам огромное, Аделина.